Упали! Следующая заявка, суббота Утро Нам не спится Работу нужно выполнять Здесь мы были, да? Видите, уже тут Плиточник Плитку выложил Все нормально, все чики-чики Шовчик, шовчик прям Молодец, плитку выложил хорошо Такая каемочка блестящая Кантик Снаю ванну Здесь бортик из плитки В принципе, все отлично Такая раковина Клевая, прям клевая Здесь мы ставили полотенцесушитель Вот так вот из стенки выводили С полочкой полотенечко Видите, все работает Все нужно Инсталляцию тут мы ставили, как помните, да? Вот Ну-ка, розовый есть, все нормально Клиточка все выложена Все отлично Наша задача сейчас повесить водонагреватель Вот сюда Как мы его будем вешать Пока что Борис Михайлович Не решил К этим трубочкам Надо бы припаяться Ой, открыл Ничего В принципе, доступ все есть Счетчики На водонагреватель крана Все нормально Все можно достать со всех сторон Клапанок поставили вот сюда Вот Ладно, крючку закрываем Крючку закрываем назад Инсталляция работает Отлично Нравится инсталляция? Да Привыкли? Да, че, нормально Да-да Ладно, че, мы восстанавливаем Так, а где он будет нагреватель? Вот он А, он 50 литровый Ого Блин Залезть там Ну вот я говорю То есть Там остается прям чуть-чуть? Ну прям Как раз там, да Ладно, сейчас будем примерять Че-то как-то Как-то вырезать Смотри, пойдут И сходи Новые купим Четыре? Да Нет, хорошие Кермексики Нигде их не найдешь Самые хорошие Четыре Сейчас просветлю Я думаю, два Будет достаточно Да, а соединений нет От водонагревателя Не покупали мы туда? Соединений Припаивающих Припаивающих нет Нет? Ну, начинал бы Да, их купить Да, ладно Все будем Примерять Места мало Я думаю, блин Притык-притык Будет Еще бы вот это Расстояние Вышло Подошло бы Было бы Сейчас замечательно Занимаемся Самое главное Вымерить Ровно все Вот уровень Что мы делаем Пришлось трубки вытащить А здесь чуть расковырять Чтобы посвободнее были А то они были зажаты Очень трудно Очень трудно их Трудно крутиться Вот, значит уровень Делаем середку От этих трубок Между ним 10 Сюда 5 И поднимаем наверх По уровню И засверливаемся Вот От этого Разносим Вправо-лево И я думаю Должно Все подойти Что еще Какой нюанс Какой нюанс Штыри Штыри Потому что у нас Расстояния нет Чтобы вверх Вниз Его Ну Поднимать Опускать Вот штыри Будем сверлить Прям под самый верх И Немножко их Подпилим Потому что Расстояние здесь Минимальное Минимальное Все занимаемся Сейчас все Покажу Как все Получится Установили Изначально Две Две регулировки Штыри Засверливаем И потом Вот эта задняя планка Ответная На которой Вешается Ее еще Можно подкорректировать Право-лево Вот Повесили Все Чики-пуки Пуки-чики Здесь у нас Так 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 Здесь у нас Все должно Подойти Припаяться Сейчас осталось Вот в этом промежутке Как-то припаяться Как пока Не знаю Но Это мы должны Сделать Вот Как не знаю Как-то припаяемся По очереди Ну все Сейчас Откручиваем Заглушечки Там Чтобы остатки Воды не стекла И будем накручивать Сюда КНР-ки КВР-ки Американочки Все остальное Подгонять Самое Сложное Осталось Подогнать И здесь Распаяться Монтаж Подходит К концу В принципе Карандашом Все чиркнули Доходы Вставлять И осталось Припаять Эти двигайчики Но Как припаять Здесь Хочу сказать Что Штыри На водонагреватель Который Приварен На ним Немножко Кривят Вот Если посмотреть Эта штырь Куда-то Сюда Смотрит Немножко Наклонена Плоскости Куда-то Туда Вот И это Надо Еще Учесть Куда Припаять А быстро Не получится Обычно Припаял Нагреватель Накинул И подгоняешь Под нагревателю Вот так Не получится Может быть Может быть И получится Вот Гаечку Оставляем Немножко Все 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 Нормально Это Потом Заказчик Как-то Вот так Что-то Сделает Придумает Опрессовку Нагреватель Прошел С клапанка Ничего не капает Это Говорят Что С клапанка Может капать Так Что Мы Вообще Делаем Как Сливаем Ну Как Сливаем Обычно Нагреватель Я Перекрываю Сначала Холодную Воду Иду В ракину Сливаю Где-то Сливаю Горячую Воду Вода Горячая Здесь Кончается Но Типа Горячая Она Еще Не Нагрелась Вода Сейчас Кончится И Мы Потом Перекрываем Здесь Горячий Кран Вода Сейчас Кончится И перекрываем Здесь Горячая Чтобы Бойлер Стоял Без Давления Бойлер Будет Стоять Без Давления Через Месяц Или Сколько Там Вода На Нем Начнет Продить Расширяться Протухать И Давление Еще раз Поднимется Но Это Не на Всех Болерах Почему Не знаю У Некоторых Протухает Вода У Некоторых Вода Не протухает И Давление Не Скапливается Но Обычно Оставляю Без Давления Все Перекрываем А вот Кто-то Мне Говорил Что Становится Подмотка Зеленая Да Сейчас Я вам Вот видите Оттенок Зеленый Не Помню Как Я тут Мазал Если Вы Посмотрите Ролики Где Монтировал Не Помню Какая Подмотка Здесь Но Видите Зеленая Появляется Вот Это Не Протечка А Просто На Окружающую Среду Так Реагирует Этот Это Смазка Которая Которая Мажется На Лен И Мы Что Мы Делаем Открываем Горячую Воду Центральная Ну И В принципе Все Такой Вот Такой Снак Он Нагреватель Затратили По Времени Не Знаю Частная Полтора Может Где-то Час Наверное Вот А так В принципе Установку Нагревателя Можно В течение Часа Установить Здесь Немножко Пришлось Помощиться Ну Как Помощиться Видели Там То Там То Сям Вот И Здесь Зазора Нет Рука Не Лезет Тяжело Вот Эти Гайки Как То Накрутить Но Мы Это Сделали Накрутили Все Такая Вот Установка Водонагревателя Здесь Надеюсь Больше Варис Михайлович Не появится Стояки Значит Зашили Здесь Вот Видите Переход Небольшой Идет Холодно Идет Горячее На полотенце Сушитель Вот Выходы Вот Такие Вот Дела Ладно Занимаемся Едем Дальше На следующую Заявочку Установка Смесителя Не из Нашего Магазина Установка Будет От 700 До 1000 Рублей Посмотрим Какой Смеситель Все Едем Дальше Следующая Заявка Установка Смесителя И Сифона Вчера Сделали Кухню А По Чем Купил Смеситель 4 4 У меня 2000 Такой Смеситель Ставит Не У меня Тоже Не ржавейка 1 В 1 3 800 У меня 2 Руля Ставит Такой Ну Ладно Пример Поставим Без Разницы И Что Еще И Сифончик И Сифончик И Все Там А Гофра Нет На Сифон Вот Сюда Нет А Сюда Большая Маленькая Падет Но Если Есть Старая В принципе Вот она У тебя Есть Тут Ее Соединим Ее Соединим И Все Что Ты Переживаешь Это Не Такой Старый Дом Только Сдался Занимаемся Встановкой Блин На шланги Не Хватит На шланги Новые Покупать Вот эти Да Не Хватит Сейчас Метраж Схожу Сходишь Да Ну Все Все В принципе Установку Завершили Заказчик Правда Ходил за шлангами Наш магазин Говорит Блин 2000 У нас Такой же Стоит Точно Такой же Все Работает Все Отлично Сифон Поставили Здесь Все Подключили Сифончик Вофрочка Старая Там Ничего Не Протекает Тут Ничего Не Протекает Блин Вот тут Желтая Штучка Была Наклеечка Надеюсь Все Знают Для Чего Она Это Отметка Где Пробивать Отверстие Под Смеситель Да Просто Это Раковина Двусторонняя С той С этой С этой Можно Смеситель Ставить Переворачивать Направо Налево Вот И Как Вы Видите Здесь Даже Заводом Вот Она Так Вот Она Видите Выемка В основном Все Рассверливают Да И Выбивает Один Кто Жен Мне Говорил Говорит Просто Молоточком Стучишь Стучишь По краю Отверточкой И Она Выбивается Ну Конечно Все Ровненько Сделать Лучше Фрезой Рассверлить Что Еще Здесь Смотрите Электрический А Блин Кипятошный Электрический Этот Полотеносушитель В принципе Греет Блин Лучше Чем От Отопления Это Дом Который Без Горячей Воды И Без Газа Да Здесь Электрический Стоит Нагреватель Все Такие Дела Установка Смесителя Сифона Возьмем Одну Булку Хлева Все Едем Дальше На Установку Унитаза Че Все Звонят Звонят И опять Кто-то Звонит Вообще Не успеваю Ничего Делать Перед Новым Годом Все С ума Посходили Следующая Заявка Смена Унитаза Сказать Ставим Сюда Как Не знаю Еще Такой Момент Канализации Чик Чик Канализацию Унитаз Унитаз Магазина Установка Будет Одна Булка Унитаз Унитаз Наши Магазина Установка Будет Одна Булка Хлеба Все Занимаемся Установку Завершили Первое открытие Посмотрим Кто набирается Здесь Короче Делаем Токлановый Прямой Прикрутили Все нормально Держится Еще не болтается Заказчик Уже тут Линолем Положил Вот Наша Задача Заказчик Не болтается Ну что Отпускается Сейчас Все проверим Так Кружечка Прикручивается Наши Смех 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 звонят 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 не знаю когда буду отдыхать саша немножко нервничаешь потому что уже чувствуется праздник на нас он нужно не работать отдыхать мы все звонят звонят мы все работаем едем на следующий заезд установка раковина сюда купили без телефона с телефон с камерой купили в нашем магазине телефонные подводки 700 рублей стоит кажется вот хорошие дорогие подводки и у какой-то смеситель короче за все отдали 5 375 я его почему-то лебедь установка будет полцены потому что наши магазины так здесь уже силикона прошел сейчас будем собирать сморку и прилеплять так а сифон был сморка есть а вот да есть вот сифон есть а а и гофра ну гофру здесь уже выпилили сейчас будем делать так все работает все отлично реклама здесь приклеили на герметик на силикон все подмазали сифончик сифончик пришлось сюда вот намотать эту сюда вот фон куда потому что она что-то подтекал ну сифон сюда хорошие не вложит ну начали чуть лучше ложить приходится иногда функу подматывать а там значит поставили обычные шланги сифонные шланги забираем назад сказали ставим обычные так вон там что-то подкапывает мне кажется честно там еще все проверить и вытереть подтянуть и подтянем наверное шланг вы видите тут капли появилась сейчас мы еще подтянем вот а так все установка завершена еще проблем не проблема были кто просверливал эту мой куда близко взял бортику видите нам пришлось там бортик еще подрезать его вот вот такой небольшой делать подрезание вот ну вот подрезали все получилось а так блин немножко не угадал на был сюда кто мой купили вместо позволяет здесь ну ладно все хорошо мы все едем так час подключение что домой ки значит будем подключать посудомойку слив и залив здесь уже подключена подключен значит фильтр барьер мы еще еще сюда счет в режим один тройник вот и канализации канализацию тоже будем подключать сюда здесь ой лично резинка синизолент спасет мир ладно частный сектор перекрываем значит холодную и делаем все вот это подключение как называется text большая здоровая у меня у меня вот такая маленькая стоит у нас у детей маленькая здоровая что нельзя алюминию нельзя мыть не знаю у меня и резинка моя новая давайте давайте вот так что посмотрите немножечко что мы будем тут делать свет ключи так новый год не замечал первый раз вы постираете машинку это пустую запустите первый раз пустую с порошком порошок купили соль засыплю же ничего не умею ничего не знаю а то у нас у меня встречались одна были не помню у кого кажется она соль вообще не добавляла а зачем говорит евро как зачем соль в посудомоечной машинке должна быть сто процентов соль нужно обязательно а я не знаю чужина где покупать наверное так здесь закрывает так вот эти излишки сейчас вот так вот так вот эта коробочка кто-то не говорил вот так вот должна быть сюда мой когда блин сейчас все подорожало как по сумме посходили в магазине все есть у людей денег нет а раньше деньги были у людей магазине ничего не было не ну цена как мы братья конечно это нереально ну да это точно так возьму эту да тебе дать еще да не я вытру здесь сейчас просто так ну это надо открутим бой так ну ладно там все смотрим это значит это выкидывая вот руки вытирать так метель да на улице метет прям то мороз с утра сколько было град 22 а сейчас 10 на 13 вот за целый день как резко перемена погода не знаю как на организм повлияет так вот так так это можно нет так нет это вот так так эх вот все нормально так 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 опа Ох, туго как. Так, ну и все. Все открыли. Пробуем. Открываем. Ну и все, такое приключение. Да, включайте. Иди включай. Эх ты. Сейчас я вам все покажу. Ну все. Все отлично. Все сделано. Все нормально. Так, ну а мы за 36 машинку купили. Здесь уже все. Да сейчас все подорожало. Все работает. Все удалось. Так, подписчики и подписчицы. Давно у нас не было опрессовки. Давайте сегодня мы опрессуем шланг для стиральной машинки залив. Шланг для стиральной машинки фирмы. Вот. Давайте мы его опрессуем. коти цанговые соединения дай мне 3 4 кран 3 4 0 сейчас мы да да кран гайка штуца сейчас мы это все опрессуем еще мы разрежем и поставим на цангу до который мы видели соединение еще такое же соединение тоже опрессуем который недавно мы видели сколько она вообще и как выдержит сангу на 1 2 так подожди 1 2 на санга гайк так затягиваем так вам надеюсь все видно надеюсь все видно все были здесь такой слой толстыми этой фум ленты здесь здесь все почистить как-нибудь катя очки дай мне на всякий случай уже очкует работать без очков так что у нас как наоборот 1 2 на 1 2 загонял до сейчас здесь вот так вот подтянем подтягиваем и давайте накачаем закрываем закрываем краник и давайте безопасности на десятом уровне каску еще забыл одеть а у нас каски нету к каске были сварочную москву одеть ладно не будем так давайте это мы все с вами опрессуем шланг посмотрим вообще сколько он чего да как выдержит сразу начал надуваться у блин пока полосоединение пока полосоединение давайте тянет борис михалыч борис михалыч подтянет так пришла сразу каким-то начал пупырышками надуваться если обратите внимание каких пупочки повылазе начинает это при ночью у него вообще написано давайте почитаем шланг заливной для стиральных машин три четверти на три четверти госта с ним максимально давление 10 бар вот написано максимальное давление 10 ну давайте десяточка уже есть десяточка есть давайте надо им побольше при скальку баров он лопнет написано 10 так 20 20 но давление 20 это 20 падает потому что шланг расширяется болен какой жесткий стал таких жестких шлангов я еще ни разу не видел ничего же мне сделать так подпишите давайте я вас так теперь я бояться начал после того случае да когда это все шиндарах но давайте поможем так вот так и оденет маску наверное я одену маску потому что хамелеон вроде видно все да и будет не страшно кайдай перчатки сварочные кайдь перчатки дай какие так и что еще сделаем и давайте борис михалыч вот так вот защититься немножко и будем накачивать 20 бар 30 30 бар парни их ты вот это надулся блин не шиндарах смотрите как он надулся такой толстый стал короче была одна вторая тоненький стал вообще здоровый здоровый плену давление падает потому что в шланг все уходит утечки протечки нету двадцатка двадцатка держит два тридцаточка давайте мы уж на дараху при каком давлении я я вам буду говорить давай перчатки один борис михалыч боится что ему оторвет руки или ноги так парни каска я в каске так вот так вот коробочку 30 35 40 капец капец какой он толстый парень стал капец он какой толстый стал смотрите прям как 25 держит до 40 догонял давление упало так видно вам надеюсь так борис михалыч одевает каску и проверяем дальше 40 40 блин 40 бар парни дальше не когда что рак они как 40 бар ровно фусор по парни дальше тяжело смотрите он какой здоровый стал смотрите какой должен быть и как раздулся не знаю камера передает мне эти тоненькие как раздул его капец должен быть вот такой стал вот такой блин давайте дальше давайте взорвем этого крана 45 50 все не дается пари ладно не будем дальше испытывать судьбу и капец он толстый стоп как это шланг 50 бар выдержал вот это да смотрите он как мяться начал или умного он так остается вот это до испытания написано 10 бар 10 бар да а мы ему дали 50 бар представляете 50 бар а так сейчас чем еще сделаем а сейчас мы еще разрежем и поставим сюда цанговое соединение посмотрим вот этот санга сколько выдержит если ее кать ножницы дай 50 бар шланг выдержал блин я не ожидал что он столько выдержит кто там приходил покупали ходит тут все покупают будет а когда фум лента вот нашел всю фум ленту истратил но ничего для экспериментов ничего не жалко самого что подписчикам нравилось 50 бар выдержал шланг но эта фирма такая да не знаю как другая фирма себя поведет сейчас мы здесь все потянет всю при вас ну как говорится на шланг армированный вот армировку принормируют вот если мы принципе вверх она склеенный короче серый черный слой склеенный и у них тут веревочки между ними между ними так давайте одеваем на что вот так вот такое мы соединение видели с вами да парни и здесь сама на резиночки не задрать резиночки не задрались блин не налазит стопы стоям все зашло сейчас посмотрим сколько выдержит это день может там и не стоило мне то соединение переделывать может она бы простоял еще сто лет ну борис михайлов шланг продал новый новый футурку поставил так что не напрасно да хоть какое-то количество денег мы там на магазине поимели за работу но за работу взяли там 500 рублей всего где вот отсоединение делали давайте еще подтянем давайте опрессуем наши сейчас воду выгоним то у нас там может быть воздух воздух выходит чувствуется все воздух вышел краник закрываем и давайте поднажмем да на это шланг начинает выпрямляться что двадцаточка сразу двадцаточка двадцаточка держится так очки очки одел борис михалыч двадцаточка и шланг расширяется он давление падает давление падает и шланг короче расширяется в ширину ну в принципе блин как раздувает смотрите смотрите как раздувает все давайте надо вы тут давайте перчатки перчатки она вряд ли способна такие тоненькие так одеваем сварочную масочку и и давайте так вот это наблюдаем вот за этим наблюдаем вот за этим соединением так двадцаточка 30 ну 30 бар держит полет нормальный 35 40 40 бар 40 бар и давление падает вот здесь вам видно ну как она падает она расходится в шланг блин шланг он просто вообще стал я не знаю как вам объяснить его просто не согнуть он такой жесткий блин вот руками его вообще не согнуть настолько жесткий шланг стал давайте попробуем его выпрямить блин он не выпрямляется смотрите как раздуло видите какой тонкий должен быть как раздуло сильно так упал давление до 30 бар до 30 потому что зашло сюда блин и здесь смотрите на 50 бар давили шланг вот и принципе шланг 50 бар выдержал 25 градусов написано максимально не более все такая то при сочко а думаю вы удивлены да что выдерживает столько шланг стиральной машинки я тоже удивлен вот тоже удивлен ну на этом опрессовка все наверное напишите комментарий что еще опрессовать да а некоторые пишут батареи я прессую смысл их опрессовать батареи там 50 бар точно выдержит вот все такие дела едем дальше отопление настроить что у нас с новым годом сантехники это нас аптека сантехник приехал чинить дверь видите как шерпит здесь в шерпит и дверь просил поэтому не закрывает свечи происходит как эти двери регулируется я уже приезжал регулируем 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 короче вот эти заглушки вынимаете и крутите куда крутите непонятно как это у нас кажется соосность регулируется это кажется соосность и вот она сама дверь ушла как говорится вот сюда блин ветрище не могу сейчас будем это все мы что-то здесь регулирует пробовать чем отрегулировали дверь принципе ничего не заедает смотрите закрывается дверь немножко просела сюда а чтобы отрегулировать были на улице не буду выходить вот петля а нужно крутить верхнюю верхнюю часть этого снимаете заглушкой короче крутите и дверь уходит сюда нижняя если нижнюю петлю крутите снизу петли это при подъем опускания вере а именно чтобы сюда натянуть это нужно верхнюю там как эксцентрики стоят давайте вам покажу стоят эксцентрики сверху и она короче как эксцентрики сюда ее продвигать вот эти две петли мы верхней пододвинуть сюда но они ведь уже петли немножко искривились потому сколько можно здесь это как бы открывать закрывать ну все такая вот работа в аптеке возьмем пол булки хлеба я думаю будет достать так что мы здесь значит были а помните здесь я замечал да как сказать одни строители неправильно положили да здесь зазор был короче между этими мы поняли между инсталляцией все это переделали вот те же строители начали ложить плитку здесь 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 плитку положили вот положили плитку и заказчику это очень не понравилось он эти все плитку снял строители выгнал денег заплатил хоть денег не заплатил кинул плохих строителей парни напишите комментариях вы хоть раз кидали плохих строителей плохих строителей еще над пизды им дать нахуй блять с четвертого этажа повыкидывать но это плохих строителей да не ответственных полы здесь работает уже другой строитель сказал все снимай здесь уже была мозаика на этом тропе было мозаика а где мозаика валяется а выкинули валяется по колту пока короче мало и сняли вот валер давай стен стрелять новым же строитель стены начал стрелять а стены вообще все кривые короче и штукатурка отваливается вот эту стену сняли за две вот это вот эту всю штукатурку заново положили вот штукатурку заново ей теперь валяна будет за на плитку ложить на пол ты живая положила на платаре они согласился снимать не он чё крестики подходят потому что по-другому не положено и прикровать но со стен тут снимал как снимал сильно долгом или быстро снялась быстро но клеща не застыла а тут принципе все нормально долго сколько уже ремонт у тебя идет с июля ну ничего как говорится по финансам так делаем были в деньги у заказчика блин за месяц за два может быть я купой платит важно было сразу нанимать нормально строить да вот валера хороший строитель занимается спортом как я сантехник сварщик качок а это валера строитель качок так что все пишите борис качок вот еще строитель тоже качки бывает валились уже спортом занимается вот но говорит скупой платит дважды но куда деваться хочется конечно везде сэкономить поэтому на всем пытаемся сэкономить ищем ищем подешевле и по качестве ну так не бывает бывает очень редко да но метка как борис михалыч ездит делает подешевле но качество тоже немножко не страдает вот более не хорошо делаем поэтому здесь все надеюсь теперь все будет хорошо ты когда хотел за новогодний праздник но у них праздник теперь новогодних праздник уже точно без обоих тоже оттуда выгоняют а выгоняет видите даже оттуда выгонять квартир начали приходится заехать но ничего заедут потихонечку ну и унитаз поставить а где этот пескин душ здесь здесь все унитаз все прилетит здесь двойной валер двойный же надложите как ставить и вот некоторые подписчики не подписчики у строитель один день инсталляции ставил я могу лажи 2 на гипсокартон да ладно я всю жизнь вложу под инсталляцию везде одинарный гипсокартон ну не знаю он говорит строитель я и делаю здесь строители не было был инициатором борис михайлович и я сказал двойной гипсокартон и витязь валера со мной согласен что двойной гипсокартон был вот здесь вот здесь вот надо будет подрезать я просто не не по плитке а то видишь она сюда и не дает вот это сразу подрезать она другой ты плитку положим на дуга остались полосочки 5 миллиметров но все такие дела ладно едем отдыхать